Дорогие соотечественники, Лето закончилось, осень началась, но эта осень очень похожа на продолжение лета, потому что все основные события были запущены именно эти у нас жарким, в России холодным, ну а как мы видим в Европе, в Западной Европе, в США, ну там стихи, особенно в США, там ураганы, все это, вон события в Сент-Луисе и так далее. То есть погода не балует и не баловала, в принципе никогда. В политическом отношении тоже неспокойно, тоже погода себя проявляет, но это уже другой климат. Это климат, в котором мы живем как государство, как семьи, как личности. Итак, давайте посмотрим на одну очень интересную вещь, я бы назвал ее парадоксом. Что такое парадоксальное? Это когда нечто, которое как бы не укладывается в мозгах. Не укладывается в мозгах сейчас многое. Ну давайте посмотрим, вот события вокруг Северной Кореи. 21 век на дворе. Цивилизованное человечество машет ядерными дубинками, как будто детки играют с какими-то бирюльками и игрушками. А это не шутки, это не бирюльки. Это угроза нашему существованию. Давайте посмотрим на многие события, которые сейчас происходят как в мире, так вокруг нас и в нашем доме. И давайте попробуем понять, как они взаимосвязаны. Итак, недавно, буквально вчера, Трамп произносит речь в ООН, в Организации Объединенных Наций. И честит, почем зря, все это чиновничество, всю эту бюрократию ооновскую. Надо сказать, что во многом он прав. На самом деле, объем чиновничества возрос где-то раза в два, аппетиты соответственно более чем в два раза. Перед этим Трамп громил бюрократию Брюсселя. Я не думаю, что брюссельским, западноевропейским бюрократам очень понравилась его критика. Расточительство, какие-то непонятные чиновники в огромных количествах неясно чем занимаются. Перед этим Трамп расчехвостил в своей, если вы помните, инаугурационной речи. Он сказал, я наведу порядок в этих вашингтонских авгиевых конюшнях. Но Трамп забыл одно, что воевать с чиновничеством, ох, опасное занятие. Мы видим, что он получил в результате войны с американской бюрократией у себя дома. Мы видим, к чему сейчас приводит война с брюссельской, западноевропейской демократией. Какие нелестные отзывы он получает. Ну и в конце концов мы видим, что несмотря на то, что 130 стран из 200 с чем-то проголосовало в пользу речи Трампа, тем не менее мы видим, что лица чиновников ООНовских, которые слушали его речь, выражали явную встревоженность и озабоченность. И видно, что эти парни так легко свои позиции не сдают. Что мы видим у нас в стране? У нас тоже воюем с бюрократией. Кто только не воевал. И Владимир Николаевич Воронин воевал. И Игорь Николаевич Дадон воюет. Но судя по этим лицам чиновников, которые занимают кресло в законодательстве, сильно исполнительной, особенно в судебной власти, как-то я бы не видел, что они сильно были согласны с теми положениями и с той борьбой, которая против них ведется. Итак, мы видим, что чиновничество, вот как какая-то зараза расползается по всему земному шару, мы видим это в Америке, мы видим это в Западной Европе, мы видим это на Украине, мы видим это у нас. Давайте-ка вспомним, с чего начались все перестройки, все вот эти наши декларации независимости, жос, мафия, долой мафию. Я что-то смотрю, имели в виду чиновников и тем, чем они занимаются. И как-то мы видим, что чиновничество продолжает плодиться, плодятся как тараканы. И я заметил, что всякий Майдан, всякая попытка что-то с этим как-то сделать, она заканчивается с тем, что количество чиновников только растет. И беды, и проблемы, которые связаны с политиканами и чиновниками от политики, только возрастают. Чтобы разобраться с этим, я пригласил представителя нового молодежного поколения, секретаря, члена, я бы назвал это правильно так, общественной палаты при президенте Республики Молдова, секретарь комиссии по культам и культурному наследию, известному у нас в стране деятелю молодежного движения, спортсмену, человеку, который организовал минимальными средствами невероятное количество фестивалей, акций, и которые, безусловно, были направлены на укрепление духа морального нашей молодежи и, соответственно, нашего будущего. Я имею в виду, вы, наверное, сами догадались, Николая чуть ли не сказал, как его обычно, его, так сказать, реноме Николая Воевод, юридически по документам Николая Паскару. Здравствуйте. Ну, Николай, что творится в мире? Ты посмотри, как все взаимосвязано, как в пространстве, да, на самых высоких уровнях и на самых низких, вот, но и во времени боролись с гидрой, с мафией, чиновничеством, кричали, что мы с этим всем покончим, а оно растет, и это во всем мире, вон ООН разбухает, Евросоюз, брюссельские чиновники разбухают, в США, в Вашингтоне чиновничество, у нас разбухают, да везде во всем мире, где, куда ни, не посмотри, вон на Украине, на Майдане кричали, долой, Гэд, Януковича и всю мафию. Я смотрю, народили 12 Януковичей, вся эта братва только увеличилась в габаритах и аппетитах, и у нас, как видим, то же самое. Вот как молодое поколение смотрит на вот эту, я бы не назвал это метастазой, раковая опухоль, слишком грозно звучит, я бы назвал, ну, пока что это, назовем так, доброкачественная опухоль, которая всегда грозит превратиться в злокачественную. Как молодежь? Или молодежь говорит, да пошли вы с Вашими чиновниками, с Вашей профанацией истории, с фальсификацией, с крушением им памяти, когда нам, молодежи, это все до лампочки. Так ли это? Ну, имея в виду, что мы перешли в 21 век, век технологии, век интернета, век пиара Голливуда, конечно, и сознание, менталитет молодых, юных людей, он меняется. И есть очень много интересных моментов и событий, которые молодые игнорируют из этого общего процесса, потому что все-таки, как в известном романе «Отцы и дети», всегда существовал конфликт между взрослым и юным поколением. И этот процесс, оно тоже идет. Много есть моментов, которые молодых не интересуют, и они фокализируются на другие события и на другое понимание мира. К сожалению, есть и хорошие тенденции в этом, конечно, в вопросе, но есть и не очень хорошие, потому что все-таки, вот когда идет этот переход на это поле непаханное, в том числе интернета, и там существует очень много соблазнов, которые формируют молодое сознание человека и получается немножко другое, чем мы хотели. С приходом коммунистической идеи, социалистической, всегда люди, особенно в Советском Союзе, хотели увидеть нового человека, который видит мир немножко по-другому. И, конечно, это все провалилась, эта идея. Мы видим это с развалом Советского Союза. И самое интересное, вот этой тенденции появления нового сознания, нового человека появляется сейчас с формированием интернета, различных соцсетей. Потому что люди, молодые люди, они начинают себя идентифицировать совсем по-другому, как мы восприняли эту идентификацию, в наши молодые годы, юные годы. Идентификацию ты имели в виду, с каким образом себя, с какими традициями, с какими группами, с культурами. Ты же у нас секретарь в комиссии по культам и культурному наследию, да? Да. Например, в юные годы, будучи октябренком, я видел немножко другое положение вещей в мире. Будучи пионером, опять же, идеология, это система очень интересно, конструирована со своими истинами, правдами. И мы как-то жили в этом ареале. Потом, конечно, мы перешли, как будто из зоопарка в джунгли. Мы попали в мир капитализма, где все это так крутится, все это политика, геополитика, рыночная экономия, внутренняя, вот все эти политические процессы. И мы пытаемся выжить. Молодые люди, они переходят сразу в мир, который хаос, который он еще не понятен. Выживать в зоопарке было гораздо легче, чем в джунглях. Всегда так, потому что в зоопарке оно... Кормят, более-менее. Кормят, поют, вовремя ложатся спать, и нету таких опасностей, как существует в джингле. У нас то же самое. И, конечно, вот эти переходы, они болезненные. Существуют концепции, которые люди, особенно молодые люди, начинают понимать. И начинают реагировать на эти опасности. Например, идет в школу, молодой человек видит, что учитель берет денег от родителей, что это все как-то оплачено. Потом смотрит на соседнего ребенка, у него телефон круче, чем у него. И уже появляется социальная несправедливость. Уже видит, что, например, одного ребенка везут в школу на хорошей машине, другой идет пешком на троллейбусе, и сам вообще без родителей. У одного есть родители, у второго нету родителей. Он где-то либо в тюрьме, либо за границей, либо и так далее. И сразу формируется этот инстинкт, видя мира несправедливо. С детства ребенок понимает, что есть жестокая несправедливость, выражающаяся в социальном неравенстве. Он не знает слов социальное. Он это видит конкретно. Вот Борька приехал на Бентли, его водила привез, а он пешком там, через сколько-то кварталом по лужам. Ну, примерно оно так. Или Машенька увидела, что, значит, Зоечка пришла вся в гламуре, она так вот поскорнее на секонд-хенде. Система работает жестче. С этого начинается, вот с этих ребенок, начинает чувствовать несправедливость. И самое интересное, что есть еще ситуации пожестче, когда, например, бабушка не успела заплатить из своей пенсии за взносы за класс, за обеды, за продленку и так далее. И учитель начинает обходиться с ним, как с ничтожеством. Вообще даже не берет его во внимание. И это есть, это реальность. И, конечно, формируется вот такой мир несправедливости. И ребенок начинает быть озлобленным на общество, на все. И мы можем себе представить, что получится вот из таких маленьких людей на будущее в государстве. Которые отвергло общество, как бы их отвергает, дает понять, они люди второго, третьего сорта. И уже люди начнут воспринимать эти комплексы на себя, и уже растут в обществе несправедливости. И потом мы встречаемся с революциями, встречаемся с высоким уровнем преступности, со столько заключенными в наших молдавских тюрьмах, около 17 или больше заключенных. И, конечно, это очень много для... 17 или больше чего? ...тысяч. Тысяч. На нашу маленькую страну. Это, конечно, очень много. И, опять же, за всем этим должно следить государство, чиновники, тот чиновничный аппарат, который... Мы только что говорили, который разрастается, как опухоль. Они ответственны. И то же самое, если на этих уровнях... Кстати, Николай, обратите внимание, эти ребята, ты сказал об ответственности, эти ребята хотят власти, но не хотят ответственности. И чем их больше, тем они как-то хитрее перекладывают время ответственности на само общество. И, наоборот, пользуются обществом. Мы видим, как строятся виллы, дома, детки их учатся где-то по Лондону, Парижам и так далее. Вот оно. Это есть социальная несправедливость. Вы о чем говорили. И элементарно мы видим территорию Республики Молдовы, бывшая Басарабия и так далее, сколько у нас было сформировано, в плане этого ареала. Мы видим здесь постоянные революции, какие-то пуччи, какие-то разгромы местных элит. И это имеет корень... Помнишь, Коля, кто-то грустно пошутил, говорит, революция, это не что иное, ребята, как смена элит. То есть, одна группировка сваливает другую, народ кричит долой жест, этих поднимают, так сказать, во славе, и потом все продолжается по новой. Самое интересное, что приходят другие элиты, более голодные, которые вот мы видели, после правления партии коммунистов, пришли либералы-демократы. Мы видели, что ограбили Молдову еще в таких размерах, что до этого... Михаил Федорович Гимпу что вначале кричал? Смотрите, я нищий, у меня ничего нет. Что-то сейчас я таких криков не слышу. И судя... Но зато можно прочитать впредь. Очень интересное. Последняя новость была, что у Михаила Федоровича в Брашове гостиница за 2 миллиона евро. Конечно, уже теряется мотивация и все это... Плюс заправки и все такое. И так далее. Ну, чтобы он был здоров, но его место не у власти было. Нет, но ваши ребята приходили, кричали, жест мафия, мы вот типа нищие, бедные. Но, как оказалось, они очень уж голодные были. Самое интересное, что вот у нашего человека этот переход на чиновника или на депутата парламента или другие функции сразу стирается память, откуда он пришел. Пришел были из народа и какая у него программа или какая ответственность. И вот здесь теряется связь с народом, связь с землей. А молодежь очень остро чувствует эту ипокризию, эту ложь и вранье. Между лозунгами. И самое интересное, что молодежь накапливает вот всю эту энергию. Она, конечно, взрывается. Она взрывалась 7 апреля. Люди из... Вернее, как. Она или говорит, да пошли вы все, и уезжает куда-то, когда взрослеет, либо начинает... Какие-то протесты, либо какие-то преступные деяния. В том числе и преступные, да. Элементарно, при времен правления Владимира Николаевича Воронина преступность не было на таком высоком уровне. Да, зажал Владимир Николаевич. Продажа наркотиков, продажа наркотиков не было, это самое. И наркотики не было так легко найти в различных ночных клубах и так далее. Сейчас у нас с этим очень большая проблема. И самое интересное, что чиновничный аппарат, что все это политическое, в скобках, элита, оно не замечает. Или крышует, еще хуже. Бывает. Ты посмотри, сколько на местном уровне мы знаем в случае... Арестов полицейских и так далее. Судебные чиновники и многие другие адвокаты, я уже не говорю об этом. Где-то, оказывается, крышуют вот все эти... И каждый день много информации. Мы имеем возможность знать про эту информацию. Если раньше в голове не укладывалось только информации, кроме того, что писали из газеты «Правда» или «Комсомольская правда». Несмотря на кучу дезинформации, откровенной мандипуляции и всякого бреда, и всяких поздностей, все-таки прорывается на этом фоне и достоверная информация. Интернет тоже воспитывает, он тоже культивирует информацию. там все есть. И самое интересное, что имеешь возможность получить много информации, все, что творится в мире, что творится у нас дома. И можно эту информацию обработать, начинать ее сравнивать и задавать себе вопросы. А почему у нас так? Вот, например, в Европе живут немножко по-другому, у нас здесь какие-то социальные проблемы. Это можно увидеть, поехав в Европу и дома видеть, что живем в полном хаосе. И начинаем задавать себе вопросы. А вопросы, ответы, они элементарные из-за отношения вот этого элитарного чиновничного аппарата, которые самые интересные, они приходят к власти, и они здесь уже, бывает, что начинает уже перетягивать своих родственников, своих детей, своих, и получается целый клан. И у нас нету демократического строя молдавского общества, государства. Получается клановое государство, где кто сильнее, тот и прав, у кого больше денег, они могут контролировать, они могут диктовать. Манипулировать. Да, получается, полицейское государство, где опять же органы, эти власти силовые, тоже диктируют. Потому что элементарно, если посмотреть по городу, мы видим, что простому жителю Кишиневу открыть где-нибудь какой-то бутик или построить маленькое здание, это невозможно. Это либо делает кто-то, который работает в этом суде, либо в прокуратуре, или депутат парламента. То есть они могут лоббировать свои интересы. Конечно, в Австрии, в Вене это было невозможно, потому что там все-таки построены на другие принципы государства. У нас пока что это возможно, потому что опять же, нет определенного гражданского контроля. А если он есть, его не берут во внимание. И это большая проблема. Если поменяется, если шансы у нас, конечно, шансы есть, но то, как делают нашу сейчас национальную политику, то есть они делают из республики Молдова из государства внешнего врага против другого государства, это, я думаю, ошибочное видение будущей матрицы нашего государства. И мы можем столкнуться с большими проблемами. То есть один миллион уже уехал за границу, ну еще полмиллиона точно уедут. продолжаются. И самое интересное, что выезжают молодые вместе со своими детьми. Почему уезжает молодежь? Нету возможностей. Казалось бы, а вот так, если глубже копнуть, почему ребята не борются, не пытаются найти свое место под солнцем? Они видят, что эта система несправедлива. Их отталкивает, исторгает, и им здесь ловить нечего. Элементарно. Муниципальная поликлиника, дентисты, да, есть у нас поликлиника железнодорожного вокзала. Обслуживание, например, по здоровью, оно получается, даже если у тебя есть медицинский полис, у тебя получается дороже, чем в приватной клинике. Так вопрос, зачем муниципи содержат такое большое здание, и столько работников, если это все делается специально для того, чтобы выманивать деньги у обычного человека. И самое интересное, что если у другого, который имеет денег заплатить за приватные услуги, он может это сделать, а обычный человек, он не защищен, он попадает в эту медицинскую, опять же, мафию, и с него начинает вымогать деньги. Где же справедливость? Да, но обратите внимание, какой они хитрый ход. Они говорят, вы видите, какой они неэффективная государственная система. Значит, в старые времена была идеальная, не идеальная, но очень эффективная система. И им этот круг... А теперь они говорят, вот вы видите, оно неэффективное, давайте это все приватизируем, закроем и сделаем частным. И тогда получается, что у человечек, вот эта бабуля, старик какой-то или молодой парень, или денежка, жертва этого государственного строя. таких денег, чтобы получить обслуживание медицинское в частном секторе, они фактически выталкиваются да и вообще за пределы, так сказать, зоны выживания. Вот что происходит. Это страшно. И не дайте бог заболеешь у нас в стране, или выйдешь на пенсию. И без денег. Или выйдешь на пенсию. Это полная катастрофа. Это большая проблема. Потому что, ну, давайте возьмем вот права пенсионеров или та пенсия для наших пенсионеров, она элементарно не хватает на оплачивание услугов. Откуда тот бедный пенсионер возьмет он деньги оплатить свои услуги? Я не говорю насчет медицины или насчет питания за месяц. А если он одинокий? А если еще дети куда-то уехали? А если там с этой системой опять же, ребенка посадили в тюрьму, другой уехал, третий там, мы видим, что расформироваются целые семьи. И получается, что государство занимается геноцидом вот этих несчастных людей. И они очень у нас страдают. Мы видели те кварталы, где они делали, где продавали свои вещи около железнодорожного дворца. То есть люди приходили последние давали, чтобы оплатить коммунальные. И вот поэтому я считаю, что вот эта власть... Мало того, их разгоняют еще? Разгоняют. Я считаю, что неответственность за этих людей это и есть преступной власти. Любого государства, в том числе и нашего. Потому что из той колокольни, где они живут, во всем этом ВИПе... Они даже не понимают, о чем речь идет. Они не понимают, о чем идет речь. Помнишь, Мария Антонета, когда восстал Париж, она говорит, что они хотят? Они хотят хлеба. Так пусть едят пирожные. Нет хлеба. Вот это черный юмор. И самое интересное, что огромнейшая проблема. И пока что людей не удовлетворяет положение таких дел. И самое интересное, что лидеров мало. Вот смотрите, кто в оппозиции считается, или хотят быть в оппозиции? Партия Майя Санду. Ну вот Майя Санду бегает по площади. Это ноль. А подожди, Николай, дай посмотрим на эту девушку, на эту тетеньку, для кого как по возрасту. На нее саму. Ее карьера, да? Вроде такая куколка, Мальвина. Приятно посмотреть все такое. Насколько я помню, помнишь, с аэропортом те знаменитые хохмы, значит, как-то камера показывала, что девушка голосовала. И не только за аэропорт, за миллиарды голосовала. А подожди, вот-вот-вот главный вопрос. А когда, кстати, кто как не Лянко председательствовал тогда, и кто как не он подписал добро на все эти документы. Сейчас все кричат, что виноват, нашли крайнего, да? А если хорошо посмотреть, кто такой Шор? Он оператор, он банкир. Бумаги подписаны правительством, подписаны. От Центрального банка подписи есть, где Драгут Сан, кстати, Михаила Федоровича, родственничек там, да? Все есть. Он говорит, я не подписывал. Конечно, зама своего подставил, там подписал, а он якобы не в курсах был, да? И вот многое такое. И эта девушка моя, Сан тут тоже участвовала во всей этой операции. Понятно, что она вряд ли отсюда что-то поимела от аэропорта и от вот этих афер с миллиардом, но она поддержала это. Она послушная, наша отличница это сделала. Здесь вопрос... Правильно? А сейчас она кричит о какой-то там несправедливости и так далее. девушка, а кто мальчишечек этих и девчоночек выгонял на холодную зиму глядя из интернатов. Она подумала, что с этими ребятами, у многих из которых уже были случаи на чердаках. А мне говорят мои некоторые знакомые, ну, Виктор Иванович, ну, что вы так к ней несправедливы? Я говорю, если бы ваш внук или кто-то ночевал на чердаке, я бы посмотрел, что бы вы тогда пели и что бы вы говорили. Вот это вот овечечка такая, которая с волками якобы молится. И самое интересное, что вот если посмотреть... И самое интересное, я почему-то именно эту девушку вижу как лидера вот этих всех. Кстати, у меня маленький вопрос. Почему братья Цопа под нее прогнулись? Потому что парни, которых финансируют бородки, они сейчас легли под нее. У меня такое представление, что это кто-то сверху, кто выдвигал ее. Я имею в виду кукловодов, тех настоящих кукловодов из Америки, там, из Евросоюза. Они дали понять, что ребята Цопки, вы что тут балуетесь? А ну-ка, стройными рядами все под нашу кандидатуру. Не это ли мы видим? То же самое. И дальше очередной проект западных наших структур, которые в Республике Молдова, начнут борьбу с русской пропагандой. И под эту борьбу Не, подожди, обрати внимание, девушка обвиняет Дадона в предательстве, да? Она что понимает под предательством? Она понимает под предательством, она заявляла, что она у нее низко, да? Что это государство, она собирается возглавлять государство, да? Ликвидация которой в ее мечтах. Молодец, разговаривается. Игорь Николаевич. Ну подожди, давай закончим вот эту тему. Она наезжает сейчас на президента, обзывает его предателем, а тогда пусть она обзовет предателем и те две трети наших гастарбайтеров, которые работают в России, и на деньги которых существует на две трети наша страна. Пусть она так обзовет предателей наших производителей сельхозпродукции, за которых так слусарь сильно печется, да? Которые наконец находят рынки сбыта, огромный рынок сбыта в России, на европейском нас никто не ждет, верно? Вот. И тогда как-то интересно, получается две трети страны предатели, а вот эти ребята борцы с предателями. Очень красиво. Вот как молодежь, как ты, как вы видите, понимают люди вот это лицемерие или не понимают? Люди прекрасно понимают. Я думаю, что вот в этих моментах, когда в политике нет логики, начинается большая драка, ненависть, и разделяется общество на несколько лагерей. Николай, логика всегда есть, логика борьбы за власть, но с точки зрения нормального человека, когда он видит, что происходит, у него такое впечатление, что это какой-то бардак. Нет. Это не бардак, это борьба за власть. Если нормальные люди начинают думать над этой ситуацией, получается, что мы живем в дурдоме под общим названием Республика Молдова. Потому что невозможно. Внимание, это внешне кажется, что дурдом. Внешне. Потому что на самом деле у всех есть мотивы. Невозможно голосовать за человека, который подписывал в правительстве кражу миллиардов или разрушение этих молдавских банков. И проголосовали. Проголосовали. Тем не менее. Сколько у него было? 40 с чем-то там. У него был хороший процент. Я не представляю, как можно ненавидеть Игоря Николаевича, чтобы симпатизировать вот эту женщину-воровку, можно считать. Потому что если бы она тогда подняла противника, Коля, тут такое. Она не воровка в плане, что она с этого ничего не понимела. Поимели те дядечки, которые ее нагнули, из-за которых она голофилатом и компания. Но, внимание, дело в том, что простота хуже воровства. То есть, поддержав все это, она была соучастницей воровства громадного, гигантского бессовеста. Вот. Да, она с этого вроде как ничего не поебела. Но соучастницей ты была, благодаря тебе это случилось, да как, как же ты, мамочка, чистой хочешь остаться. Виктор Иванович, а люди прощают. Вот почему Филата не простили, а ее простили? Ведь же нарушение то же самое. Филат был чиновником, и она... Коля, очень просто. Филат думал, что когда он съездил в Вашингтон, там его похлопали по плечу, он говорит, ну, мои друзья меня в беде не оставят. Кинули, оставили, не глядя. Эта девушка, судя по ее карьере, где она работала, в Штатах и так далее, я это понимаю следующим образом. Может, я старик, отстал из жизни, но я понимаю из своего жизненного опыта следующим образом. Значит, этим ребятам из Госдепартамента и других, и европейских, и брюссельских вот этих комиссий, им уже надоели, все эти олигархи, они от них так сыты. Почему? Олигархи, народ не очень послушный. Вон, глянь, Порошенко, глянь, наших, глянь, кого не возьмешь, да? Они непослушные. Они говорят, слушай, эти олигархи, они как бы вроде как за нас, а когда что-то надо сделать, непонятно, что они там вытворяют. Берем девушку с белым воротничком, прошла у нас все, что полагается, все инструкции от спецслужб, получила, все нормально. Это уж никуда не денется. Зарплата от нас идет, она под нами, девушка исполнительная, отличная, власть любит, все такое. Вот народ ее, мечта наша, мне напоминает Юлю, помнишь, Тимошенко, наша Юлечка, вот тут наша Маечка, мы это уже видели. Вот такая девчина рвется к власти. И помнишь, мы с тобой как-то говорили, как правильно действует манипулятор. Манипулятор действует таким образом, например, на Украине. Вроде принимает Порошенко, с Трампом фотографируется, речи ведет, там, политика, все, это сигнал Порошенко. Хлопцы, я, фирман, получил направление. А с другой стороны, смотрим, Саакашвили, он уже добрался до Киева, уже там бузит, шумит, и его никто не позволяет трогать. У меня маленький вопрос, а как Саакашвили без паспорта, без ничего оказался на территории Украины? Когда все власти в руках у Авакова. А теперь посмотри, почему это все делается? Значит, с одной стороны они как бы поддерживают Порошенко, а с другой и оппозицию, причем такую оторванную. Для чего это делается? Как только Порошенко перестает дядю слушаться, а мы оп на него прибежал, ручку поцеловал, так, ребята, чуть потише. То есть, вот это разделяй в лавствую старый древний принцип работы до сих пор. работает, он во веки и веков работает. И вот теперь давай посмотрим у нас, да, вот параллель с Украиной, да, вот выскакивает. Только если там на Порошенко гонят, то наши, ну, молдаване, наши, мы все жители Молдовы, мы всегда отличались от всего мира. Значит, там катят на кого бочки? На Порошенко? А здесь на кого? На президента, который не является представителем всей этой структуры, всей этой чемновничной братвы и так далее. Вот какая-то интересная оппозиция. Выскакивает? Нет, для проформы два слова скажут, а наезжает на совсем другое. В Украине мне понятно. Это значит клан Порошенко, против него другие кланы. Госдепартамент красиво ведет игру на то, чтобы ни одни, ни другие из-под контроля. А у нас выходит сила, вместо того, чтобы как-то эти олигархические структуры как-то их приводить, чтобы их не заносило, вдруг поворачиваются на этих, так, погавкали для вида, но зато вот предатель, президент нашей и так далее. Что это такое, Николай? Это обычная тактика найти внешнего врага и пытаться с ним бороться, показывать сценарии борьбы. И президент Молдовы, он видная фигура, человек, который реально работает, с характером, много успел сделать. И они пытаются сдерживать свой электорат справа в борьбе с президентом, потому что они видят, что борьба с Плохотником не приносит никакие большие дивиденды, с Плохотником бесполезно бороться. борьба с Плохотником может довести до того, что если в прошлом году было 5-6 тысяч на митингах, выходили к Настасе и Майя Санду, в этом году были уже 300 человек. И то опять у них заканчивается большими проблемами. Вы видели, когда транспорт пытался зайти в эту колонну полиции. То есть порох промок. То есть да, они будут пытаться бороться с президентом. Для них это очень удобно. у них борьба под видом, что они с Плохотником борются, не борются с мафией. На самом деле их атака на что? На президента, который хочет сохранить государственность, который против унионизма, который, чтобы развивать, восстанавливать потерянные рынки, потерянные отношения. Собственно говоря, ребята работают, Госдепартамент свое дело знает. Как очень красиво переиграл Плохотнюк Настасовцев в Ямая-Санду совместно с ЦОПами. Хотели выборы президента? Вот вам выборы президента, побеждайте честно. Они не выдержали, проиграли. Хотели дальше поменять конституцию? Мы вам поменяем. Что вы хотите? Мы для вас сделаем. Понимаете? И это получается политическое айкидо, в которых они проигрывают. Потому что опять же, не до того они сконцентрированы. Они сторонники карате Плохотнюк мастер айкидо. В чем разница? Николай, помнишь, мы с тобой у нас чемпион, черный пояс и все такое. Помнишь, мы с тобой обсуждали, я сам интересоваюсь, сам самбо занимался и все. Я помню, мы с тобой обсуждали как-то проблему вот линия допустим карате и айкидо. Смотри, карате это прямые удары. Это прямой удар. А что такое айкидо? Это вращающийся. То есть он что делает? Идет на него удар, он отклоняется и закручивает. Правильно? И использует его энергию противника против себя. У меня такое впечатление, что Плохотнюк он мастер политического айкидо. И если Майя Санду и вот эти все ребята, что за ней, и цопы, и шмопы, и эти все идут путем тарана, то он мастер перевести угол, перевести атаку. И это как бы политическая стратегия это очень хорошо, но очень важно не забыть. ребята хорошо, они политическая каратэ, политическая айкидо. А простой народ, и молодежь, и старики главное. Что ты скажешь? В молодежи бунтует революционные настроения, то есть они очень недовольны. Я смотрю в различных молодежных организациях, различные группы молодежные, потому что нет перспективы, нет будущего. К большому сожалению. выходы либо ты человек творческий, ты всегда ищешь. Выходы помена власти, я не знаю почему, но в последние годы я верю президенту Игоря Николаевича Додону, потому что смотрю очень здоровые, интересные инициативы и человек, который хочет смирить все эти противоборствующие между собой лагеря и хочет принести пользу для Молдовы. И уже есть шаги конкретные, реальные по этим дружеским договорам с Российской Федерацией, где мы можем продавать свою продукцию, откуда привозят и идут деньги, где немножко устаканились все эти нажимы на наших гастробайтеров. Внимание, он не бухает, не протестовывает Запад России, он и Западом мешает. Человек-миротворец из России, он пытается сбалансировать это. Человек-миротворец, который конструктивно идет на разложивание всех этих конфликтов, которые есть. Потому что можно понять, у них сейчас идет настоящая война между парламентом, правительством, против президента. И у президента нету много большой власти сейчас в стране, но он старается. Я надеюсь, что эти конфликты политические приведут к конструктивному видению будущего нашего государства. Потому что сколько бы они ни боролись на площади, на телевидении, но народ от них ждет конкретных результатов. Это поднятие зарплаты, поднятие пенсии, реформа в здравоохранении, реформа в образовании. Мы хотим иметь национальную нашу гордость, национальную идею. И не надо, чтобы оболванивали молодежь всеми этими историями, румын и так далее. У нас есть своя страна, мы хотим здесь жить, строить эту страну. И очень хорошо, когда политический класс, когда все эти чиновники, они будут направлены в эту колью по созданию Республики Молдовы. Тогда будет хорошее будущее для нас, для нашего народа. И самое главное, я понимаю, что он как никогда не нуждается в народной поддержке. Потому что, если народ поддерживает, много чего можно сделать. Если народ распыляют за одну кучку, другие за правую, за левую, за бог знает чего, никогда лебедь, рак и щука ничего путного не сделают. Ну что, большое спасибо за участие в передаче. Очень приятно было, очень приятно было, что ты как представитель молодого поколения, который хорошо знает его взгляды, который с ним работает каждодневно и не с одним, и на ковре, и в лекционном зале, и везде. И я вот насколько слышал, сорока на хвосте привезла, что ты уходишь в докторантуру, я так понял, что в заочную, потому что тот воздел, что у тебя есть, ты бросить не можешь. И по какой специальности? Политология, я думаю, что для меня это очень интересно. Но политология настоящая, научная, не болтология, это вот эквилибристика. Спасибо большое. Рады за приглашение, Петрович. Дорогие соотечественники, вот мы побеседовали сегодня с Николаем Паскару, с Николаем Воеводом, как его называют. И главное, что я понял, что молодое поколение пытается выжать, пытается отжать из этой страны. Они не нужны здесь никому. И дети, и молодежь это чувствует. Как и старики, конечно. И вот мне очень нравится, что Николай творческий, активный, необыкновенно результативный человек, который очень малыми средствами достигает очень больших результатов. Я говорил вам, фестивали, конференции, международные. Этот человек, представитель достойный того молодого поколения, которое не потеряло веру в будущее и которое мы надеемся передадим эстафету. И я думаю, что эти ребята победят будущее за ними. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Повторяю, прошло чудесное лето, наступила замечательная Орсен. Орсен.